Здравствуйте, мои дорогие и любимые зрители. Я в театре. У меня приятная новость. Сегодня было собрание на предмет того, что в театре будут ставить в джазе только девушки. И через неделю кастинг. Аня, привет. Привет. Аня Мищенко наша. Привет, привет. Кто помнит. Правильная такая в маске. У нас в театре надо ходить только в маске. Но я говорю зрителям, что у нас кастинг через неделю на джазе только девушек. I wanna be love my just you and nobody else but you. I wanna be love my love. Merlin. Merlin? Merlin Manson. Merlin Marloch. Да, Merlin Marloch. Так, а сегодня сдача спектакля в Madame Butterfly через полчаса. Да. И мы ждем. Я хочу посмотреть. Потому что сдача от премьеры чем-то отличается. Сдача можно услышать матюки режиссера. Нет, но это более живенько так. Мне кажется, что сдача все-таки это более живой такой процесс, когда дирижеры, режиссеры, все, кто к этому сопричастен, ну все, кого не видно, допустим, на сцене в этот момент, они имеют возможность что-то откорректировать. И при том, это очень нужно делать быстро. Более того, самая сложность, вот мне кажется, заключается в том, что... Музыка не мешает твою, а ты думаешь. Нет, музыка не мешает. Почему? У тебя громко очень. Это нормально. Дело в том, что в такие моменты как раз очень интересно наблюдать за тем, как за эти пару дней может измениться все. Потому что через пару дней будет сама премьера. Сама премьера. Да. И там уже будет очень интересно. Через пару дней. Премьера будет в пятницу. Да? Да. После завтра. И на сдаче актеры и солисты ответственно относятся, чем на генеральной репетиции. Ответственно, потому что это сдача на зрителя. Ну, как бы можно сказать, что это фактически и есть премьера. Потому что уже есть зрители. Для меня очень важно, вот когда я пела премьеру в спектаклях, для меня была важна сдача. На сдаче ты уже все перебоялся, страх потерял и на премьере уже... Совсем страх потерял. Да. Аня, к чему ты готовишься? В данный момент? Да. В данный момент я готовлюсь к тому, что я сейчас буду вкушать яблоко. Боже, это событие дня. Событие дня. Учитывая то, что... Аня тоже... Аня занимается спортом. Я увидела фотографии. У тебя есть какая-то специальная диета? Нет. Совершенно нет. Я просто стараюсь как-то сокращать немножко порции. Но есть какие-то продукты, в которых я не могу себе отказать. Я очень люблю хорошее вино. Ну, это не значит, что я употребляю его часто. Ну, раз в недельку, там, грамм стоят, я думаю, это нормально. Для цвета лица. В такую холодную пору я люблю 20 грамм бальзама. Рижского. Нет, у меня сейчас Таллин какой-то там. Ну, скажем, в самом деле, нужно какие-то употреблять... Хорошо, если без рекламы... Нужно вам просто употреблять. Я доверюсь твоему опыту, Леся. На самом деле, нет. Мои знакомые знают, что я... Со мной не набухаешься. Вот. Скучно с тобой бухать, да? Ну, как скучно. Я могу веселиться и без алкогольных. Ой, слушай, так я вообще обожаю веселиться без каких-либо помогательных средств. Конечно, можно сказать... Можно рассказать интересный анекдот. Хотя я не мастер рассказывать анекдоты. Абсолютно. Абсолютно. Вот я смотрю, как Саша Прокопенко. Все, и ты уже где-то... Саша готовится. Он специально готовится, что расскажет анекдот. Смотри, у нас так красивую подсветку включили на этих... Не видно сейчас освещение красивое в театре. Нет, этого сейчас не видно. Не видно. Вечером с улицы видно очень красиво, как театр светится. Поэтому все приходите на... С удовольствием. Премьеру. Мадам Баттерфляй. Она же Чио Чио Сан. В главной роли моя подруга Надя Еременко. Класс. Она замечательно справляется с этой роли. Зрители еще не видели ее. Может видели, может я показывала... Лица, вот задам тебе вопрос. Надя не хочет сниматься. Понимаешь? Я заметила это потому, что когда Самбел стоит на сцене, что-то снимает, или ты когда что-то снимаешь... Все время Надя где-то в стороне. Вот я хочу тебе задать вопрос. Мне? Да. Вот из вот этой оперы... Самая душесчипающая, душесчипательная сцена для тебя это... Какой опере? Мадам Баттерфляй. Прощание с сыном? Для меня это просто капец, капец. Это душа взрывается? Плачет? Извините за такой, скажем так, сленг. Но я просто сижу и я понимаю, что я не могу стерживать свои слова. Ты знаешь, в театре, когда я пришла, сразу же практически я пела Кэт в этом и Кузину. Эта роль у меня была такая шляпа, костюм. Вот. И даже что я как бы это... Это Кэт-американка, которая ее сына забирает. У меня всегда так тут щемило, щемило. Тяжелая. Тяжелая. Очень тяжелая. Но я как мама сына, для меня это понятный... Да. Понятный момент и очень... И сцена их прощания, и когда она ему говорит, играй, играй. А сама в этот момент она уже готова к тому, чтобы совершить этот... Суицид. Да. Я не помню, как он называется. Не Харакири, нет. Он как-то иначе называется. Вот в данном контексте он называется иначе. Как он называется? Нет. Я думала Харакири, когда ты ножом себе пробивает живот. Нет. Харакири... Нет. У нее... Узнаем. У нее... Ладно, я забыла. Напишите, дорогие зрители, комментарии. Как называется? Как называется, когда Чиосан себя спаривает живот. Да. Да. А я посмотрела... Ты говоришь... Сыном. Прощание с сыном. Посмотрела фильм. Сериал. 257 причин, чтобы жить. И он оборвался, не закончился. И сейчас у меня. Я думаю, гораздо больше. Я для себя... 257. На пальцах одной руки. На пальцах одной руки. Банально. 50 оттенков серого. Я думаю, гораздо больше. 257 причин, чтобы жить. Смотри, эти оттенки серого я смотрела в кинотеатре. Пришла со своим знакомым. Он говорит, ты как хочешь, я ухожу. Ну, скучненько, правда? Скучненько. Что-то там пару раз его ляпнул. Для любителей БДСМ. Может, это и нормально? Нет. Я думаю, что любители БДСМ пошли куда дальше. Чем в детском фильме. Аня знает. Давай разобьем эту тему. Расскажи, пожалуйста, твои впечатления от фильмов. Все традиционно в скучном миссионерской позе. Нет, товарищ, мы не будем об этом говорить. Есть вариант. Безусловно. Не смущайте меня. Я не скромная девушка, не замужем совершенно. Нельзя такую рекламу себе делать. Аня, ты на премьеру пойдешь, если сегодня смотришь сдачу? Да, абсолютно точно. Дай Бог здоровья всем. Я пойду и 27-го числа, и 1-го числа. Я пойду на оба спектакли. Я хочу увидеть все составы. Я хочу... Знаешь, мне чем это интересно? Составы. Мне кажется, состав не меняется. Ну, в чем-то он может быть меняется. Не слишком кардинальным образом, но совсем чуть-чуть. И это радует. Это даже очень радует. Особенно меня. Я просто хочу сказать, что, во-первых, понимаешь, вот 27-го числа и 1-го числа, даже если кто-то эти спектакли играет, и кто-то 2-й, все равно они будут что-то чувствовать иначе. Потому что эта информация, она вкладывается в голове, и ты ее прорабатываешь, и там будет несколько дней в них перерыва. Ты знаешь, я на себе замечала, и все в театре считают, как бы это уже такая традиция, что всегда премьера намного лучше, ярче и эффектнее, чем 2-й спектакль. Вот и неправда. А я часто слышала, прям противоположная. Говорят, 1-й блин комом, а именно 2-й спектакль всегда получается чуть-чуть хуже, потому что уже немножко подрасслабился, и все пройдет хорошо. Я тебе говорю, что да. Я на себе это прочувствовала. Ну, видишь, это такой личный опыт. Ну, смотри, для чего делается? Сдача. Сдача. Чтобы уже этот мандраж пережить. Да, и на премьере завалять. Ну, это можно проследить. Знаешь, вот я раньше не понимала, как актер театра, сыграв пару ролей каких-то в кино, при том классных ролей, и он вдруг где-то в каком-то интервью говорит о том, что мне все-таки театр гораздо ближе, и я больше не буду сниматься в фильме. Ну, теперь понимаю почему, потому что это живое взаимодействие с публикой. Ну, что в театре тебя никто не остановит 150 раз, и не будет записи дубля нет. Запись 345, дубль 318. Нет, этого нет. Ты уже играешь, играешь, жил сам роль. Все, а в фильме это... Это я бы... Я мечтаю снять софиль, поэтому дорогие зрители. Дорогие зрители. Кто видит меня... Дорогие... Как это... Продюсеры. Обязательно дорогие. Пригласите Лесю на кинопробы. Не гласите, а не на кинопробы. Кинопробы. Я бы хотела объяснять софиль. Я бы хотела. Да, я бы хотела. Мне тут недавно были друзья в прямом эфире, и Костя говорит, пригласите меня на съемку. Пригласите меня на фильм. И говорит, но вы не дали мне слово сказать. Поэтому зрители пригласите меня. Пригласите, пригласите. Мне кажется, что в таком жанре, как актерское мастерство, и сниматься в фильме, и сниматься... Ну, я не знаю насчет рекламы, допустим, кто-то снимается в рекламе. А это тоже все. Разные жанры одного и того же... Меня сын прошел кастинг, я его сама зарегистрировала, фотографии отправила, видео отправили, его выбрали. Куда? А он отказался ехать в Киев. Это же примерно раз в месяц надо ездить, сниматься в разных роликах, в рекламе. А он не хочет, и все. А я бы с удовольствием поехала. Меня не приглашает, это мальчиков до 15 лет. Меня приглашали на передачу. Мы тебя пострижем, Меся. Ты очень молодо выглядишь. Спасибо. Мы тебя пострижем. Передача была «Поговорим о сексе», меня приглашали. С Еленой Хангой. Ну, на эту. Про это. Я не знаю, я не смотрю телевизор. Я тоже не смотрю, я смотрела это 30 лет. Но тема была, знаешь какая, мой муж тиран. Я думаю, нет, тему мы поднимать не будем, я не говорю. Для вас это кино, а для меня это жизнь. Не надо приходить снова в это состояние, страдать. А вторую, знаешь, какую передачу предлагали? Сейчас я бы, наверное, уже согласилась. А это было года три назад. Интересно. Удружение на ослеп. Как это? Женитьба вслепую. И? Что тебе помешало? Они искали, они со мной общались по скайпу где-то полтора часа, искали мне мужчину. Потом мы нашли, все приглашаем. Я говорю, а я не хочу. А я не хочу. Как? Это же, сначала когда со мной проходили интервью, говорят, ну такого же не бывает, такого нет. Поэтому я не замужем, вы ищите. И говорю, мы нашли. Я говорю, давайте мой номер телефона, а нет, так не принято. Ну, как я понимала, что они заснимут самые плохие моменты. Конечно. А, все самое лакомое. И потом это, позор на весь мир, не хочу. А сейчас мне все равно, я бы поехала. А сейчас уже не зовут, да? Это с этим мужчином надо жить, было в одной квартире, в одном номере. Сколько? Какие-то там скрытые камеры какие-то. И я подумала, что я его не выйду. И там совершенно не оплачивалась. То есть все за мой счет. Взять за свой счет отпуск, себя обеспечить гардеробом. Не-не-не. Весь этот нервный стресс пережить. Не очень выгодно. Поэтому контракты предлагать только профессионалам. Предлагать профессиональные контракты. Выгодные. Выгодные. Со всех точек зрения. Финансово. Можно просто финансово? Да. Все. Всем хорошего дня. Мы идем смотреть сдачу. Видео снимать не буду, так как до премьеры нельзя показывать. Приходите, пожалуйста. Приглашаем всех пятницу 18.00 или 19.00. 19.00. 19.00. Чио Чио Сан. На сцене Днепровского академического театра оперы и балета. Не забудьте с собой взять. И яркие представительницы будут в зале. Лесо Задорожное. Аня Мещенко. Люблю вас, дорогие зрители. Точетка. Удачи!